Как обещал новый градоначальник, муниципальный бюджет с его приходом увеличили за счет средств правительства области. На реконструкцию строительства дорог в 2020 году выделено 2 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2019 году на эти цели выделяли 6 миллиардов. В 2020 году муниципалитет приобретет 20 новых единиц техники для уборки улиц от снега и полива. На это потратят 207 миллионов рублей. Расходы бюджета на 2020 год предлагается утвердить в объеме 14 миллиардов 337 миллионов рублей. с увеличением относительно утвержденного объема на 385 миллионов рублей. Проектом решения вносятся изменения, затрагивающие увеличение финансового обеспечения 8 муниципальных программ из 24 утвержденных. Также на Горсовете безвозмездно передали нежилое здание и земельный участок Гагаринской ледки правительству области. Объект общей площадью 540 квадратных метров. Связано это с консолидацией всей собственности. Объект является памятником федерального значения. И поэтому очень важно предусматривать мероприятия по его сохранению. Согласие министерства на это получено. Министерство имущественных отношений. Напомним, общая площадь всего объекта бывшего летного училища составляет 13 тысяч квадратных метров. После членов городского совета свой доклад о правопорядке в Оренбурге зачитал прокурор города. Общее число нарушений в 2019 году превысило 11 тысяч. В сфере реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по материалам прокурорских проверок скрыты факты неэффективного расхода бюджетных средств. Выражены формирование аукционной документации на ремонт автомобильных дорог без учета гарантийно обслуживания, что повлекло их неэффективные расходы. В настоящий момент уголовное дело по обвинению в превышении полномочий бывшего начальника управления строительства дорожного хозяйства города Живелево рассматривается в суде. В 2019 году из-за халатности первого заместителя главы города квартиры не получили 69 сирот. По этому нарушению возбуждено уголовное дело. О ком именно идет речь прокурор не уточнил. По программе по переселению, которая закончилась еще в 2017 году, в аварийных домах проживает 90 человек. Всего 60 неснесенных зданий. Это же связано в большей степени от финансирования. Программа же заключается не только, чтобы снести, но нужно еще и построить. В 2019 году уровень задолженности по заработной плате по городу сократился в трое. С 68 до 22 миллионов рублей. Заработная плата в размере более 40 миллионов рублей выплачена в полном объеме. 522 работников. В том числе таких крупных, как Уралтранспортстрой и ЗАУС-Иликатный завод. В прошлом году возбуждено 19 уголовных дел в отношении недобросовестных работодателей. В 2019 году в прокуратуру поступило 2000 жалоб на неприятный запах. В частности, судом наложен запрет на хранение углеводородного сырья на территории бывшего завода РТИ. Последнее экологическое нарушение было допущено компанией «Газпромнефть». Организация допустила разлив нефти в поселке Бурзянка. Валерия Шарова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ.